Россия! Я русский! Восхватное восхищение! Мы себя называем русскими националистами, но по сути получается... Я прямо говорю, я нацист. Можно руку вскинуть. Слава России! Слава России! Слава России! Они объявили себя главными антифашистами в мире. Они пытаются навесить ярлык нацистов на украинцев и старательно не замечают свой собственный российский нацизм. В настоящий момент я приехал убивать украинцев. Ну, в принципе, все. В мае немецкая разведка разослала по министерствам доклад, в котором утверждается, в боевых действиях в Украине принимают участие как минимум две группировки неонацистов – русский имперский легион и русич. Пересказ заклада разведчиков опубликовал немецкий еженедельник Дершпигель. Владимир Путин оправдывает свою агрессивную войну деноцификацией Украины. Внутренний документ Федеральной разведывательной службы Германии BND свидетельствует, что войска Москвы поддерживаются правыми экстремистскими группировками. Сотрудничество с ними доводит заявленную Кремлем причину войны, так называемую деноцификацию Украины, до абсурда. Российское имперское движение, боевым крылом которого является легион, внесли в список террористических организаций США и Канада за продвижение идеологии о превосходстве белой расы и причастность к терактам в третьих странах. Денис Гореев, возглавляющий русский легион 24 февраля, заявил, что выступает за ликвидацию Украины как таковой. Для нас это война, не которую ведет Путин, Зеленский или кто-то. Для нас это религиозная война против католичества, униатства, протестантизма. После того, как его заместитель погиб под Изюмом, а он сам был ранен, Гореев больше уповает на Бога, чем на путинское воинство. Шансы у нас на победу – это только божье чудо. Вопреки болтовне о войне с украинцами, якобы во имя православия, эти черносотенцы без проблем сосуществуют и даже воюют рядом с язычниками. Что ты делаешь сейчас? Рисую руну. Десят руна смерти. Христиан принципиально не берут в группировку «Русич», основанную Алексеем Мельчаковым. Садистом и живодером. До того, как он взялся убивать людей, Мельчаков шокировал соотечественников убийством щенка. Он снял это на видео и выложил в соцсети. Вот кишки, вот уши, вот горящие жопы. А теперь коллекционирует собственные фото, на которых держит отрезанные части человеческих тел или позирует рядом с изувеченными трупами. На войне Мельчаков ожидаемо оказался маньяком-садистом, получающим от убийства удовольствие. Я нацист. Я не буду углубляться националистом, патриотом, имперское направление и так далее. Я прямо говорю, я нацист. Можно руку вскинуть. Понимаешь, когда ты убиваешь человека, ты чувствуешь азарт охотничий. Кто не был на охоте, попробуйте. Интересно. Кто меня в этом осуждает, могут пойти на три известные буквы по причине того, что это мой трофей. Я как охотник. Вот есть. Сфоткался. Мое. Взгляды Мельчакова разделяет и простая русская женщина, его мать. В соцсетях она любит выставлять свое фото юных лет, очевидно, с каких-то давних кинопро. На нем она в нацистской форме. Российская власть вовсе не преследует доморощенных нацистов. Наоборот, они герои и частые гости на центральных телеканалах. От такого антифашизма оторопел даже депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он написал официальные запросы генпрокурору и в следственный комитет. Мол, обратите внимание, участники нацистской группировки «Русич» убивают пленных и совершают военные преступления. Я знаю, что на стороне русских армий действует немало людей, в разное время разделяющих на нацистские души. В ответ ему порекомендовали не лезть не в свое дело, и Вассерман затих. В российское войско охотно набирают добровольцев с татуировками свастики и тому подобного. А фактически отдельное подразделение российского Минобороны, так называемая группа Вагнера, прославилась невероятной жестокостью и, конечно, проявлениями нацизма. Эти люди уже прославились своими не просто нацистскими текстами, не просто там нацистскими какими-то свастиками или еще чем-то, а нацистскими действиями. Потому что еще в Сирии они занимались пытками местного населения, они занимались уничтожением мирного населения. Они самые безбашенные, самые садистские люди в российских формированиях, в том числе они подозреваются во всей этой истории с Еленовкой. Основатель Вагнера Дмитрий Уткин бывает на приемах в Кремле, имеет государственные награды. Вот только под костюмом у него нацистский орел на груди, а на плечах звездочки СС. Хотя российский нацизм – это не только свастики и зигования, и не только маниакальная жестокость многих российских военных, а сама российская идеология, которую проповедует российская власть и охотно подхватывает значительная часть общества. Те слова, приказы и действия, которые отдает верхушка Российской Федерации, будь то Дмитрий Медведев или Владимир Путин, по своей сути они являются нацистскими. Он отказывает Украине в праве на существование как самостоятельное государство. Он говорит, что это не до государства, не до люди, которые должны быть уничтожены. И это буквально его заявление. Это буквально и есть нацизм в своем самом яром проявлении. Вот и свежего. Ведущий радио «Комсомольская правда» призывает расстреливать украинцев и вообще устроить на оккупированных территориях ГУЛАГ. Саботаж был в начальном периоде просто на всех уроках. Его расстреляли или нет? Он успел сбежать. А членов семьи не захватили? Ну вот что-нибудь такое. Вот в духе нашего старого доброго ГУЛАГа, например. А вот они ждут же ГУЛАГа. Ну дайте им ГУЛАГа, например, чтобы шуба завернулась. В России все эти проявления нацизма, вопреки логике, называют антифашизмом. А тех, кто не верит и протестует, бросают за решетку. Даже специальный закон для этого есть. До 15 лет за правду о войне в Украине. Иногда случается такое, что абсурдно даже для России. Активистку в Москве оштрафовали за плакат «Фашизм не пройдет», поскольку это, по мнению суда, дискредитирует вооруженные силы России. Что ж, похоже, так оно и есть.